Морская политика России Импортные технологии, и сырье, и материалы, и оборудование, услуги инжиниринговые в том числе стали не всегда доступны. И это, конечно, несет угрозу для осуществления нормальной хозяйственной деятельности предприятий нашей судостроительной отрасли. За два дня в работе Морского конгресса приняли участие полторы тысячи делегатов, 430 ВИП-участников из 82 регионов России и 24 стран мира. Широкое представительство зарубежных компаний позволило на высоком уровне провести международные бизнес-диалоги. Россия-Турция, Россия-Китай, Россия-Латинская Америка. Одним из ключевых событий Конгресса стала стратегическая сессия «Северный морской путь. Продолжение движения сквозь льды». Сессия состоялась в рамках мероприятий, посвященной 90-летию «Севморпути». Развитие судоходства в ледовых условиях это на сегодняшний день стало возможным буквально за последние 5 лет. Когда за последние 5 лет новые практика аркетического судоходства с использованием судов высокого аркетического класса, которые могут самостоятельно без ледокола проходить льды в зимнюю и весеннюю навигацию, точную до 1,4 метра. Беспорно 2030 год. Главная задача – развить, успеть соответствующие ледокольные мощности, грузовой аркетический флот под эти задачи. Я думаю, что они выполнимы, но действительно, может быть, в чем вы правы, что это достаточно такая напряженная работа. Большая часть года «Северный морской путь» покрыт льдами. И без крепкой ледокольной группировки, без крепкой инфраструктуры и надежных людей, которые знают, как ходить. Круглогодичная навигация по СМП невозможна. Надеюсь, что 150 миллионов тонн, и мы почти приблизимся к пропускной способности Трансиба, когда же вдруг море по названию «Северный морской путь» сможет перевозить грузов больше, чем железная дорога. Деловая программа «Морского конгресса» включала 22 сессии с участием 230 спикеров, ведущих экспертов отрасли. Уникальные форматы мероприятия, пресс-конференция, деловой завтрак, воркшоп по маркетингу в судостроении позволили участникам с разных сторон взглянуть на вопросы глобальных изменений в 2022 году. Основными темами для обсуждения стали работа и поддержка морской и речной отрасли в современных условиях, международное сотрудничество, формирование новых партнерств и цепочек поставок «Российский флот будущего». Переориентация потоков на Дальний Восток и изменение тех логистических цепочек, которые были сформированы. Вызов серьезный – это нехватка флота и для сухих грузов, и налив нефтепродукты. Нефть, эти суда сейчас либо недоступны для фракта, либо фракт слишком дорогим стал. Какие двигатели ставить, какой тип судна должен быть основным, доминирующим, откуда брать комплектующих, что делать, когда нет этих комплектующих. Здесь нужно понять, кто это будет координировать, понять, как это будет организовано, и выйти на те основные виды судов, которые должны производиться для обеспечения развития нашей страны. Титульными партнерами Конгресса выступили Госкорпорация «Росатом», Корпорация морского приборостроения и судостроительная корпорация «Акбарс». Выставочная площадь заняла 1650 квадратных метров. Экспозицию составили 35 предприятий лидеров отрасли с проектами от производства гражданских судов до разработки технических средств для освоения океана и шельфа. Мы заканчиваем долгосрочную программу развития, выполняем государственный оборонный заказ. По поручению президента мы доводим нашу гражданскую составляющую до 50%. У нас уже есть предприятия отдельные, которые уже это выполнили. Новинка 2021 года – это первое судно, построенное в России. На базе «Чайки СПГ» судно, работающее на жиженом газе. А в этом году мы уже выходим на судно, работающее на водородном газе. На полях Всероссийского морского конгресса 12 организаций подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и партнерстве. Конгресс освещали 90 средств массовой информации, которые выпустили 870 публикаций о мероприятиях. Разнообразная культурная программа, виртуальное путешествие по атомному ледоколу «Урал», памятные снимки в арктической фотозоне, фирменные сувениры, морская почта не оставили равнодушными гостей морского конгресса. Торжественный прием, посвященный 90-летию Северного морского пути, собрал 650 участников. Ярким и запоминающимся окончанием Всероссийского морского конгресса стал вечерний коктейль. Без таких мероприятий движение не начинается никогда, даже реально. Важно, какие будут решения, наверное, будут хорошие, но второе важно, чтобы эти решения выполнялись. Раз в два года Нева и раз в два года Конгресс. Нужно делать, я считаю, что вообще как можно чаще. Очень сложно встречаться и с заказчиками, и с исполнителями. И получилось очень хорошо.